Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Меня зовут Дмитрий Книга. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. В Ленинском городском округе продолжается вакцинация от коронавируса. Мы приветствуем, чтобы не болеть и подольше жить. Состоялось очередное открытое заседание общественного движения за совхоз, за людей, за достойное будущее. Были такие, знаете, какие-то моменты, которые без вас, жителей, мы бы не смогли победить. Финальный тур фестиваля конкурса художественного слова «Зубовские чтения». Вдруг паренек вдогонку. Гражданочка, постой! В Ленинском городском округе продолжается вакцинация от коронавируса. Прививку от COVID-19 можно сделать в поликлинике, амбулаториях и многочисленных мобильных пунктах в торговых центрах. А вот жителям СНТ «Солнышко» и «Таболового» вообще не пришлось никуда идти. Медики приехали к ним сами. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. 9 утра. Жительница СНТ «Солнышко» Валентина Житкова на прививку от коронавируса пришла самой первой. Вакцинироваться решила после того, как у знакомых от COVID-19 умер глава семейства. Считаете, что ее нужно делать? Ну, конечно, нужно. А почему? Многие говорят, что вот непроверенное. Что в церковь ходить можно было. Мобильная бригада ВРКБ подобные выезды в рамках прививочной кампании в СНТ и деревне муниципалитета устраивает регулярно. Процедура все та же. Сначала заполнение необходимых бумаг, сбор анамнеза и осмотр. Если противопоказаний нет, можно вакцинироваться. Наличие сопутствующих заболеваний имеется, как бронхит? Нет, ничего нет. Только гипертония имеется. Иногда подприглите. 82-летние братья-близнецы Алексея и Виктор Тишкина каждое лето проводят на свежем воздухе в СНТ «Солнышко». Вот и на прививку тоже пришли вместе. А вы чего боятся? Ну, говорят, что вакцина непроверенная. Мы приветствуем, чтобы не болеть и подольше жить. Медики после осмотра братьев-близнецов заключили, противопоказаний к прививке нет. Почтенный возраст также не помеха. Количество привитых было сегодня 12 человек. Реакции на вакцинацию не было. То есть, все прошло хорошо. Никому вакцинации отказано не было. То есть, никто не болел. Из СНТ «Солнышко» мобильная бригада отправилась в соседнее садоводческое товарищество Таболова, где прививку быстро и с комфортом могли сделать все желающие. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИНН-ТВ. У нас в гостях заместитель главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина и Геннадий Слесарев, старший фельдшер отделения неотложной медицинской помощи. Добрый день. Добрый день. Елена Валентиновна, какая на сегодняшний день статистика по вакцинации у нас в округе? На сегодняшний день у нас привито более 13 тысяч человек от коронавирусной инфекции. Это первая фаза. И уже 8900 человек, которые получили второй компонент, завершенную полностью вакцинацию. Вакцинация продолжается. Привить мы должны гораздо больше. Привить мы должны 128 тысяч населения. Поэтому это еще очень, так скажем, низкая иммунная прослойка, чтобы нас, наше население, защитить от ковида и уменьшить нашу заболеваемость от коронавирусной инфекции. Но вакцинация длится уже не один месяц. Вот с начала этого периода до сегодняшнего дня, насколько активнее стали люди приходить? Ну, сейчас хочу сказать, что вот последние, наверное, две недели более активно стали обращаться. Очень хорошо стали обращаться при выездах в наши торговые сообщества, эти СНТ и кооперативы, где мы прививаем. Также стали обращаться в торговые центры. На прошлой неделе мы открыли еще дополнительно 7 точек пунктов вакцинации в торговых центрах. Готовы выезжать во все предприятия. Мы организуем выезды на дом, чтобы максимально комфортно было и привить, и уменьшить очереди наших основных поликлиник. Это взрослая поликлиника, где достаточно даже вчера было вакцинировано вот только во взрослой поликлинике 169 человек. Ну, а если вкратце, вот какие основные места, где можно привиться? Основные места для города, для города, это, естественно, как мы говорим, взрослая поликлиника, это МФЦ, который работает с понедельника по пятницу с 10 до 15, суббота, воскресенье, выходной. Но зато суббота, воскресенье открыт кинотеатр Искрас с 10 до 15. Мы открыли торговый центр «Красный камень». Пока там небольшая загруженность, поэтому всех жителей, которые там живут в 6 микрорайоне города, видно. Я думаю, будет очень удобно подняться на второй этаж этого торгового павильона и там привиться. И там консультацию дают все наши же терапевты, которые мы привлекаем для вакцинации. Участковый терапевт, они проконсультируют и скажут основные показания, какие противопоказания, если там каких-то что-то беспокоит. Также вообще консультацию терапевтическую проведут, поэтому могут жители обращаться и привиться. Кроме этого, открыто в ленте, у нас открыто в галерее при выезде на торговом центре. График мы тоже разместили в галерее с 11 до 14, в ленте с 15 до 18. В Леруа Мерлен, в Шелком пути биться. То есть достаточно очень много пунктов вакцинации. Только хотелось бы, чтобы наши более жители думали о своем здоровье и активнее приходили прививаться. Потому что это крайне необходимо. Смертность растет. Растет она в сердечно-сосудистых заболеваниях после перенесенного ковида. И в основном растет смертность среди жителей 60+. Меняются, выявляются очень много других заболеваний хронических, которые до этого пациентов не было. Тоже после перенесенного ковида. И, конечно, хочется сказать, что по статистике мы видим, что у нас, лично для нашего Ленинского городского округа, сегодня заболеваемость, сказать, что она вообще упала, нет. То есть мы прямо еженедельно выявляем по 275 новых случаев коронавирусной инфекции. Нагрузка на нашу службу неотложной медицинской помощи не упала. Вот в том году мы ее организовали, эту службу неотложной помощи, как раз, когда начался только ковид, в апреле месяце, в первую волну ковида. Мы набрали этих фельдшеров наших, и им приходится так и продолжать трудиться с 8 до 23.00 в ежедневном режиме, включая и суббота, и праздничные дни, и воскресенье, и нагрузка не падает. Спасибо. А вот хотел как раз к Геннадию Владимировичу перейти. Вы работаете в неотложной помощи. Скажите, по каким вопросам к вам чаще всего обращаются, по каким случаям, и чем неотложная помощь отличается от скорой? Ну, основная наша нагрузка от пациентов – это идут температурящие больные. Это те больные, которые обратили внимание, что у них резко поднялась температура. Это впервые возникшие температуры очень большое количество стало детей. Ну, с детьми все намного проще. Это наша погода, это тепло. Родители их разделили. Соответственно, у нас возросла на этом нагрузка. Плюс, это отдельная часть – это лица, которые стали с температурой, которые приехали из-за границы. Очень большая прослойка. Те, кто отказался проводить вакцинацию по тем или иным причинам. Кто-то говорит, мы не хотим, кто-то говорит, что мы не будем. Соответственно, когда их это касается, они начинают нас вызывать. Ну, а на какие вызовы, прежде всего, вы выезжаете? То есть, не передаете в скорую помощь, а едете именно в ваши бригады? Наша бригада, в принципе, неотложка организована для оказания именно неотложной. Это та помощь, которая не требует экстренности. Но и в то же время она требует незначительного ускорения, в отличие от посещения врачом-терапевтом-участковым. То есть, это подъем давления, недозапредельных цифр, это незначительные подъемы, впервые выявленные, это сильная боль в спине, это боли зубные, это хронические больные, у которых обострелись какие-то заболевания, которые не требуют ускорения помощи. То есть, в принципе, у нас спектр достаточно большой. Моя служба сделана таким образом, что она стоит в середине, между поликлиникой и скорой помощью. Я правильно понимаю, что если человеку потребовалась помощь, он звонит 112, а дальше уже между собой вы распределяете все эти звонки и уже направляете того врача, который нужен? Либо скорая, либо экстренная, либо нету. В целом, да. Но очень желательно, чтобы они обращались непосредственно в наш колл-центр. Почему? Потому что легче разграничить вызовы между посещениями терапевтической службы. То есть, это педиатры, это терапевты и нами, и скорой помощью. Большая нагрузка падает на скорую помощь, потому что все идет через них. В таком случае, давайте в заключение нашей беседы назовем этот телефон колл-центром. Наш телефон 495-541-4001. Пусть звонят, обращаются, никогда никто не откажет в помощи. Стараемся приезжать в течение двух часов. У нас есть регламент, который мы соблюдаем, пытаемся соблюдать. Да, когда очень большая нагрузка, это тяжелее, но регламент все равно мы соблюдать стараемся. Большое спасибо за то, что пришли, нашли время и дали нам эту полезную информацию. Я напомню, что у нас в гостях были заместитель главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина и Геннадий Слесарев, старший фельдшер отделения неотложной медицинской помощи. К другим темам. Создание совета поселка, мероприятие для местных жителей, вопросы благоустройства. В поселке совхоза имени Ленина состоялось очередное открытое заседание общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». Максим Козлов послушал выступающих. Это собрание стало отчетом перед жителями о том, чем общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» помогло жителям поселка. А работа проведена немалая. При участии и поддержке движения проведено более 50 различных мероприятий. Субботники, концерты, интересные встречи для пожилых людей, раздача продуктовой помощи и решение проблем граждан. Были такие, знаете, какие-то моменты, которые без вас, жителей, мы бы не смогли победить. Например, нам в районе 16-го дома худо-бедно удалось положить лежащие полицейские. Естественно, это сделали не мы. Но если бы наша общественная организация не взялась за установку этих полицейских, вряд ли бы сейчас они там стояли. Точно такие же истории можно вспомнить и по пандусам в 15-х домах, и по ремонту каких-то подъездов, до которых никогда в жизни не доходила очередь почему-то. Сейчас ситуация кардинально меняется. Многие мероприятия проводятся с участием представителей компании «Рота Агро» – главного акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина». Здесь и организация доставки школьников в бассейн, и обеспечение продленки в школе горячим питанием, и поставка в школу оргтехники, и пополнение фонда местной библиотеки. Председатель совета директоров «Рота Агро» Павел Бурлаков еще раз озвучил планы по социальной политике предприятия. То есть те долги, которые у работников есть по жилью служебному, мы это все внули, полностью людям квартиры отдадим. Мы говорим о том, что надо повышать заработную плату, у совхоза на это деньги есть на самом деле. Мы говорим, что нужно передать дворец культуры муниципалитету, не только дворец культуры, а на самом деле и территорию, которой благоустройством должны заниматься муниципальные власти. Не должны жители зависеть от предприятия. Предприятие должно заниматься производством. Начальник картинского территориального отдела Андрей Извеков рассказал о текущем положении дел, касающихся реконструкции в поселке Сквера. Это совместный проект общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее», муниципалитета и жителей поселка. Проведены конкурсные процедуры. И я так думаю, что сразу после 9 мая, после майских праздников, подрядная организация выйдет на работу. Да, это будет комплексное благоустройство территории 1-11 дома. Это будет устройство детской площадки, устройство тихой зоны отдыха. На заседании движения была поддержана важная инициатива, с которой выступили местные жители – создание совета поселка. К нам обращаются с вопросом создания совета поселка. Вот, сейчас прорабатывается этот вопрос, количество человек и так далее. Кто в нее будет входить? Жители, представители культуры, представители спорта, представители почты, администрации, акционеров с ЗАО, библиотеки. То есть можно набрать группу абсолютно разноторонних людей, которые будут доносить и помогать и общественным организациям, и администрации, и совхозу, и самим себе. Также на заседании жители смогли получить ответы на вопросы по планам на ремонт жилья, благоустройство территории и социальной поддержки. Напомним, общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» учреждено депутатами Совета депутатов округа Артемом Грудининым, Марии Гаевской и Александром Баюклиным. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видном состоялся финальный тур фестиваля конкурса художественного слова «Зубовские чтения». На сцену вышло 37 победителей предварительного прослушивания, которые поборолись за звание лучших в своем деле. Читали произведения Евгения Зубова, собственного сочинения и других поэтов Подмосковья. О самых ярких участниках и победителях расскажет Юлия Пагасьян. Моя вечерняя звезда, не отводя влюбленных глаз, Тобой любуюсь я всегда, хотя и думаю подчас, Что если кто-нибудь другой чувств сокровенных не дая, Своей единственной звездой тебя считает, как и я. Тогда, 12 лет назад, организаторы «Зубовских чтений» и не предполагали, Что впереди у фестиваля конкурса художественного слова «Долгая и насыщенная дорога». Сегодня в нем участвуют конкурсанты со всего Подмосковья. В этом году заявки подали две сотни человек из 14 муниципалитетов Московской области. Все это делается ради будущего. Потому что дети, которые прикоснулись к этой теме, они совершенно другие. Они растут другими, они в мировоззрении у них другая, И совсем от них другая, будем говорить, польза будет обществу. Огромное всем спасибо. Поздравляю всех с этим прекрасным праздником. Молодцы спасибо. К финальному туру предшествовали предварительные прослушивания. Отобрано 37 финалистов. Они поборолись за звание лучших в своем деле. Четыре возрастные группы. От первоклассных до пенсионеров. Виновчанка Ярослава Грачева поэзией занимается с малых лет. Неоднократно участвовала в «Зубовских чтениях», но в финал попала впервые. Девушка стала победительницей в своей возрастной категории. Переживала, когда всем вручали, и когда меня озвучивали, я расплакалась отчасти. Это очень неожиданно и приятно, что первый раз и уже такое место. В этом году «Видное ТВ» учредил специальные призы для участников фестиваля конкурса. Сотрудниками телеканала было отобрано четверо победителей. Им вручили сертификаты на съемки видеосюжета и стихотворений. Не перестаю поражаться, какие талантливые дети, взрослые люди живут на земле подмосковной. Спасибо вам всем огромное, а вы все огромные молодцы. Одним из них стал ученик Видновского художественно-технического лицея Даниил Воскобойников. Творчество молодого человека оценило и жюри, которое присудило ему первое место в финале фестиваля конкурса. Он читал стихотворения Елизаветы Горбуновой «Букет мимозы». Вдруг паренек вдогонку «Гражданочка, постой, возьми букет, бесплатно тебе подарок мой». Писатель очень хороший, у него очень хорошие стихи, а это стихотворение, потому что оно доброе, открытое и посвящено 8 марта. Фестиваль-конкурс посвящен памяти нашего земляка, поэта Евгения Зубова, которого не стало 25 лет назад. На празднике поэзии присутствовали и его родные. Настолько были интересные, проникновенные выступления, чтения и стихов собственного сочинения, и, конечно, произведения Зубова. Итоги подведены, но Зубовские чтения – это не только участники, но и организаторы фестиваля конкурса, и, в частности, преподаватели и директора школ Ленинского городского округа и других муниципалитетов, которые сегодня посетили город Видное. Они вышли все на сцену, чтобы поздравить друг друга с участием и с победами. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам хорошо провести выходные дни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин